Здравствуйте, друзья! Я пока ещё за кадром, но сегодня я вот решил вам показать, ну, в смысле, выполнить просьбу моего интернетовского друга и показать вам, как я ем и что я ем. Только боюсь, что после этого показа у вас может аппетит пропасть. Ну, кто рискнёт, то пусть смотрит. Вот, я приготовил продукт для поедания и орудия поедания этого продукта. Теперь, друзья, я вхожу в мою импровизированную столовую и начинаю приём пищи. Время пошло, и я пошёл. Здравствуйте, друзья! Вы меня видите? И я вас нет. Всё отлично. Ну, теперь, друзья, приступим к трапезе. Я вам покажу вам, чем я питаюсь. Вот, друзья, это икра заморская. Представляете, икра заморская. Ой! Вы сами знаете, многим известно, что и питаются царские особы. Ну, я себя кем считаю, а? Я профессор таки баны. Отношусь к царственной элите, поэтому я вот и питаюсь царской пищей, друзья. А это вот приборы, мои, мой прибор. Потому что вот эта вот пища, икра заморская, моя самая любимая из всех икр. Других икр я не ем. FishX, в переводе с английского, рыбьи яйца. Икра так называется. Я не могу терпеть. У меня мучить, мне плохо вот здесь. В желудке, в смысле. А вот эта, икра заморская, она очень универсальная. Ей можно, можно по-разному ее принимать. Вот, смотрите, для начала я покажу, как она принимается ложкой. Беру ложку, беру хлеб. Можно с хлебом, можно без хлеба. У меня вот для этой цели, извините, пожалуйста, вот два кусочка хлеба я взял для показания. И чебурек, или чурек, я затрудняюсь точно сказать. Я половину его съел, так просто, в сухометку. А сейчас буду с икрой заморской. Итак, друзья, начнем с того, что для начала я вам покажу, как я икру заморскую ем ложкой. Углубляю, я полную не набираю, я не америкосос. Я не жадничаю, я ем по-царски. Хе-хе, понемножку. Блаженство. Божок пробежался по моему желудку. Второй способ. Можно маленькой ложечкой есть. Принцип тот же самый. Можно с хлебом. Вот, смотрите. Друзья, блажений моего фейса вы не видели. Я могу и громче чавкать. Вообще-то, я чавкаю очень громко. Это просто сегодня для приличия, чтобы у вас вообще не отбить желание питаться, я буду потихоньку, я убавил громкость своего желудка. Итак, друзья, значит, маленькой ложечкой я вам тоже показал. Можно вилкой. Это культурно. Ну, как берут. Простите, это заклинило где-то чуть-чуть. Или так брать, или так. Ну, кто как может. Я беру вот так. Набираю, смотрите. Она до такой степени густая. Сейчас проверим. Видали? Вилка стоит. О, какая качественная и густая. Так. Значит, мы три инструмента уже попробовали. Теперь можно ножичком попробовать. Вот, смотрите, ножичек. Берем вот так. Чик. И далее. Только глубоко туда засовывать не рекомендуется. Вот так вот. На пол шишки. Ой. Ну, вы поняли. На пол резьбе я. Шишка здесь ни при чем. О, я же вам не показываю. Надо с чебуреком есть. Чебурек по нормальным цивилизованным понятиям. Ножом не режется. Он отрывается руками. Берем, значит, вот еще одну, последнюю ложечку. Видите, какая ложечка. Можно и такой. Погружаем, набираем. И вот так чебурек кусаем. Чем хорошо? Можно я сказал, что это делать, судя. И так, значит, хорошо облизали ложку. Для чего облизывать, я вам скажу. Открою секрет. Для того, чтобы не мыть. Я облизываю инструмент для питания. И не мою. Можно самое... Почему она самая любимая у меня пища? Можно вообще не использовать эти инструменты, которые я вам показал. Можно вот просто так. Бат! Смотрите. Приделись. Друзья. Идите-ка в магазин. Купите икры заморской. Чебурека. Садитесь. Со мной. Трапезничать. Это я... 15 минут 9 ем. Это я последний раз сегодня. Если у вас, друзья, не будет ни ложек разных, которые я вам показал. Ни чебурека. Смотрите. Не хлеба. Вот. Самый последний способ. А! Я еще один не показал. Сейчас покажу. Потом покажу. Последний способ. Можно взять вот так вот с хлеба. Так вот положить. Толщину. Толщину. Смотрите. И так, так можно любую. Я беру вот так вот. Ну, и последний способ. Друзья. Руки омыл. Это если нет у вас инструментов. Совершенно универсальная пища. Можно двумя пальцами. Ну, покажу вам. Вот, смотрите. Вот. Двумя пальцами. Можно всей рукой. Если она туда залезет. В банку. Хе-хе-хе. У меня не влазит. Я поэтому двумя... Не более трех пальцев могу есть. Смотрите. А можно, друзья, и вот так вот. Смотрите. Блин, она густая. Загустела. Но если ее налить в воды или молока, размешать пальцем можно, то можно и прямо вот так вот. Из банки. Ооо. В общем, самая универсальная пища, друзья. Ну, вот. Будем считать, что ужин... Ладно. Для понта я вам еще разок покажу. Можно и вилкой намазать. Или чем? А, можно любым инструментом намазать вот этот кусочек. Ух-ху-ху-ху. Для намазывания используется любой инструмент. Можно даже совковую лопату. Ну, совковая лопата хороший инструмент, конечно, но он в банку не влезет. Ну, вот, все, друзья. Наконец-то я выполнил просьбу моего друга интернетовского. Я показал вам, как я употребляю пищу. А цивилизованно я это делаю или нет, это мое личное мнение. Но вы можете меня обсудить, устроить дискуссию. Смотрите. Вот, все. Жаль, что у меня отрыжки сейчас нет. Хотя, многие считают, что отрыжка это признак невоспитанности. Нет, друзья. на востоке там надо обязательно сделать отрыжку. Потому, что это выражается этим благодарность хозяину, что ты пришел, уложил его, принял его пищу, сыт и доволен. Представляете, если не отыгнул, значит, хозяин обидится на тебя и скажет ищак ты, ты почему не рига еще? Представляете, и может тебе больше не пустить домой к тебе. Что вот и не ел вот такой чегурайк больше. Это я по-восточному. Друзья, я закончил. Я, конечно, во время приема пищи смотрю и телевизор он тут. А сейчас я выключил. Из-за того, чтобы вам показать доходчиво, как я принимаю пищу. Спасибо за внимание. Я буду сегодня просить богов, чтобы я вам не приснился ночью. Мне не хочется, чтобы у вас пропал аппетит. Честное слово, я вас прошу, кушайте так же, как я, и вы будете сыты. Икру ем каждый день по два раза, когда сильно хочется, по три. Все, я выключаю. Я ищу кнопочку, друзья, вы смотрите последний раз на мою довольную фейсу. два. До новых встреч.